Коммуникационное бюро, правительство совместно с Департаментом полиции и безопасности организовали брифинг ВДВРУМа на тему коррупции, угрозы безопасности и благополучию. На брифинге приняли участие заместитель генерального директора полиции и безопасности Эрик Хельдна и директор ИДОСКО-отдела Калле Янс. Угроза всей государственной безопасности и кто еще должен заниматься подобной проблемой, если не структура, которая именно за внутреннюю безопасность страны отвечает. Во многих странах расследованием этих преступлений тоже занимаются именно те службы, которые обязаны охранять государственную безопасность. Во многих странах занимается этим полиция. Где-то создано прямо отдельно учреждение для расследования и предотвращения подобных преступлений. У нас эта задача дана решением законодательного уровня полиции и безопасности, что касается высших чиновников государственной службы. Также коррупции в системе юстиции, потому что очень трудно представить, что может быть еще более опасным, чем коррумпированная система, например, судебная. Ведь если коррумпированный полицейский чиновник, следующий фильтр – это прокуратура. Если коррумпированный прокурор, тогда следующий фильтр – это суд. А если коррумпированный суд, тогда, увы, этого следующего фильтра очень-очень трудно найти. Что касается коррупции в нашем регионе, Итавирума, то эти дела всем видны. Пресса пишет о них, и полиция безопасности занимается расследованием коррупции в самоуправлениях с 2007 года. – Коррупцию можно еще и назвать социальной проблемой в том смысле, что бороться с ней только через такие силовые приемы – это практически невозможно. То есть неприязнь коррупции или то, что человек должен понимать, что это зло для всех нас, это уже должно происходить из самого общества. То есть это нереально, что на каком-то таком политическом уровне будут декларировать, что с завтрашнего дня мы боремся с коррупцией. Это очень большой, длинный, довольно-таки сложный процесс. И то, что сегодня Эстония находится в мире на 27-м месте, я считаю, что это вполне адекватно. Должно быть такое понятие, что коррупционер – это вор. Просто вор, потому что он ворует за счет всех нас, кто вот мы тут сейчас сидим за столом, наших близких, наших родных, наших друзей. Ведь исходя из каких-то своих принципов или из своих побуждений, он, увы, на задний план отталкивает все те понятия, все те мотивы, которые должны быть у нормального чиновника, неважно, на муниципальном уровне или на государственном уровне. Вся эта работа связана с собранием информации. И эти коррупционные тела, эти не так видны людьми или посторонним, они не как кража или, например, убийство. И что я могу сказать, что здесь некоторые проблемы есть. Наверное, и медиа написала об этих случаях. И что я сам хочу добавить, что коррупция – это опасность для свободного предпринимательства. И если свободного предпринимательства нет, то тогда и все население подстрадает. В процессе встречи журналисты поинтересовались, как относится КПО к тому, что в рамках предвыборной работы партии происходит очернение конкурентов-политиков со ссылкой на полицию безопасности. Я не могу припомнить ни одного случая, где слив информации был бы ссылкой на КПО. Они могут ссылаться. Я как-то не могу даже вспомнить, чтобы кто-то бы ссылался. А где там ссылка? Полиция безопасности? Нет, полиция безопасности конкретно сказала. www.kapo.e. Читайте. Был такой случай. Состава в данном случае, состава преступления нет. Но есть огромные угрозы всему государственному устрою. Пожалуйста. Так, исходя из этой информации, что решает правительство? Мы должны давать информацию для того, чтобы люди, которые ответственны за принятие решений, знали бы. Есть вот такие моменты. Это в любом нормальном государстве силовые структуры, даже не силовые структуры, а именно структуры безопасности, должны приносить ту информацию, на основании которой можно принимать решения. Продолжение следует...